В Конгрессе США растет поддержка снятия ограничений на использование американского оружия на российской территории. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что Штаты должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным. Думаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным. Им, украинцам, нужно иметь возможность наносить ответный удар. И думаю, то, что мы пытаемся заниматься микроменеджментом этих усилий, не является правильным для нас. Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, сообщает «Голос Америки». Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России. 22 мая в Палате представителей Конгресса США состоялись слушания по этому вопросу. Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккл, обращаясь к приглашенному госсекретарю США Энтони Блинкину, пояснил, что россияне выставляют свою артиллерию сразу за границей и наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины. Однако ваша администрация и Джейк Салливан ограничили использование оружия, и Украина не может защитить себя и дать отпор России. Именно поэтому я бы дал согласие на использование дальнобойных систем и систем ближнего радиуса действия, а также Хаймарс, в то время как ваша администрация связывает им, украинцам, руки. Измените ли вы эту политику? Сенатор-республиканец Митч Макконнел призвал администрацию США снять ограничения на использование американского оружия и использование помощи, предоставленной США для быстрой и решительной победы Украины. Следует двигаться с релевантной скоростью, а не со скоростью бюрократии. Пора для администрации задействовать дополнительную помощь и прекратить микроменеджмент использования Украиной американского оружия. Митч Макконнел, американский сенатор-республиканец, сообщает «Голос Америки». Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко считает, что рано или поздно решение о праве украинских войск бить американским оружием по целям в России должно быть принято. Решение, что мы имеем право применять американское оружие за пределами Украины, должно быть принято рано или поздно. Жаль, что мы теряем время на поиск решения, которое не должно бы вызвать сомнения, но мы и дальше будем его продвигать на всех уровнях. Наталья Галибаренко, глава миссии Украины при НАТО в интервью Украинформу. Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Лойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине. Законодатели также заявили, что поддержат предоставление разрешения Украине атаковать цели на территории России. The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Пентагона утверждает, что поступивший на прошлой неделе запрос Украины рассматривается. В то же время издания Bloomberg сообщают, что позиция США по трансграничным ударам также может измениться. И это должно произойти сейчас, чтобы помочь Украине пережить тяжелые месяцы.